Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. По жизни страдают прокрастинация, абсолютной недисциплинированности, неумение распределять время. Очень сильно беспокоит плохое внимание. Доходит до того, что могу уткнувшись в книгу, в одну страницу читать час, потому что на самом деле я не её читаю, а витаю в облаках и не всегда могу это контролировать. При этом учусь я хорошо, потому что в итоге заставляю себя, когда нужно, и наверстываю, но вот делать всё чётко, вовремя и эффективно не умею. Кажется, всю жизнь мне уже 22. Вопрос такой, как с этим бороться? Я обычно быстро скатываю свой хаотичный образ жизни. Можно ли медикаментально как-то скорректировать низкую концентрацию внимания? Если что-то, что можно принимать с этой целью, посоветуйте, пожалуйста, благодарю всех за ответ. Вообще довольно странно, что, обращаясь к психологу, к психологам вы говорите про медикаменты. На мой взгляд, про медикаменты имеет смысл говорить, ну, как минимум, в разделе медицины, а как максимум, пожалуй, что и к врачу обратиться. То есть, ну, я не очень вижу в данном случае, как психолог может вам помочь в этом смысле, ну, в смысле медикаментов, да, ну, не наша эта тема, не наша эта тема, и в целом, в целом, вот, здесь мы не помощник, у нас нет, как бы, права такого, права рекомендовать какие-то лекарства, потому что этим, 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 этим занимаются другие люди, этим занимаются, значит, психиатры, этим занимаются именно они, этим не занимаются психологи. Вот, поэтому, ну, вот, пожалуй, как-то вот, первое, наверное, с чего, с чего бы я начал, да, это вот, это вот, именно вот, такой, такой аспект и такой момент, потому что, на мой взгляд, ну, стоит, вероятно, вам, для себя, для себя, как-то вот, лучше понимать, значит, с чем и с кем вы имеете дело, это первое. Второе, на что нужно обратить внимание, пожалуй, то, что у прокрастинации есть, что называется, ну, вот, природа, то есть у прокрастинации есть природа, есть то, что, ну, вот, можно назвать, наверное, целью, то есть если человек прокрастинирует, вот, то он это никогда не делает, не делает просто так, вот, человек это делает всегда для чего-то, как это делает, всегда, почему-то, никогда не делает это случайно, вот, поэтому, на мой взгляд, ваша ошибка заключается в том, что вы, вот, прокрастинацию видите, видите, как, что-то такое, ну, отдельное, самостоятельное, вот, вы прокрастинации видите, как, видите, как, что-то такое, вот, ну, вообще отдельное, два, вот, на мой взгляд, вот, это большая, большая ошибка, потому что прокрастинация не является чем-то, что находится, что живет в другой с вами реальности, прокрастинация это то, что является на данный момент частью вашей личности такой же, такой же неотъемлемой, как, ну, как ваша, допустим, ну, как вы, например, как ваша способность учиться и так далее, вот, и, в общем-то, так же как ваша способность учиться, что прокрастинация обладает, ну, определенными, значит, целями, определенными задачами, вот, и так далее, и, в первую очередь, прокрастинация это маркер, это маркер. То есть прокрастинация это маркер вашего состояния, с помощью которого ваше сопоставление, ну, пытается транслировать, что, знаешь, врагу и человеку что-то не так, то есть вот надо вот, ну, на что-то обратить внимание на себя, а вот вы же на это внимание не обращаетесь, просто пытаетесь это подавить, по сути, вот. Ну, если вы прокрастинируете, значит, то есть внутри какой-то конфликт ваш, ну, внутренний, вот. И именно с ним, на мой взгляд, нужно разбираться, что, ну, опять же, на мой взгляд, является вполне логичным, вот, и относиться к этому, я имею в виду, к прокрастинированию, в общем и целом, как-никак, к чему-то такому, ну, к чему-то плохому, к чему-то личному и ненормальному, вот. А относиться к прокрастинированию как к чему-то важному, как к чему-то, не побоюсь этого слова, ценному, вот. К чему-то, как к чему-то ценному поездить. Вот, прокрастинирование, это очень ценно, прям, вот это. Она говорит о том, что вообще-то, вообще-то, есть вещи, которые вам не нравятся, и есть вещи, которые, ну, делать вы не хотите, вот. И есть что-то, что вам не нравится, что вас не устраивает, вот. А вы пытаетесь это игнорировать. Ну, и вот, как бы, такая вот внутренняя борьба получается. С самим собой, да, ну, редко, когда приводит к чему-то хорошему, к чему-то позитивному и так далее. Вот. Вот вы говорите, вот вы пишите точнее, что, значит, летают в облаках, мечтают о чем-то, вот, и так далее. А, о чем вы мечтаете? Ну, то есть, вот, опять же, ну, буквально, буквально, о чем вы мечтаете? Вот. Вот. Что это за мечты, вот, у вас, да? Вот. Ну, о которых вы, вот, говорить. Так, ну, очевидно же, очевидно же, что вам чего-то хочется в этих мечтах. Ну, вот. Ну, и, соответственно, здесь возникает вот такой вопрос. Если вам в этих мечтах чего-то хочется, вот, да, например, например, то что вы с этим делаете? Вот. И делаете ли вы с этим что-то? Вот. Ну, опять, вот надо сначала, на мой взгляд, преследовать ваши желания, ваши потребности, вот. И уже дальше, уже дальше, вот, ну, смотреть, значит, когда это будет исследовано, вот, уже дальше смотреть, как это можно, в общем и целом, интегри... интегрировать в... Ну, вот, вашу жизнь. Потому что сейчас, как мне кажется, сейчас, вот, ваши желания и потребности, ну, никак, вот, не интегрированы в... Ваша жизнь. Вот. А это плохо для вас. Вот. Это плохо для вас, потому что вы, ну, как бы не цельно получаетесь в этом, ну, в этом контексте. Вот. Вы получаетесь не цельно. И, соответственно, ну, страдаете. Страдаете из-за этого. Вот. Вот. Дальше. Есть у меня вот такое впечатление, да, что вы себя, ну, заставляете как будто бы... Вот. То есть есть ощущение, что вы себя заставляете делать что-то, что вам, ну, не очень хочется. Вот. 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 Такая вот история. Внутренний конфликт, завышенные ожидания к себе, вероятно, завышенные ожидания к себе у вас есть. Вот. Вот. Это то, на что я бы в первую очередь работал бы, равно как и требования к себе, которые вот у вас, судя по всему, не совсем корректны, не совсем сочетаются с вашими возможностями. Вот. Ну, и мотивацию, мотивационную сферу нужно преследовать, где ваши цели и ваши желания, где навязаны чужие и так далее. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь с полным ответом. Позвольте вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго. Удачи.